Привет! Сейчас у вас наберется достаточное количество, и я вам все отвечу. Вижу уже ваши посыпавшиеся вопросы. Приветики, приветики, приветики. Привет, привет. Пока что здороваемся, ребяточки. Здороваемся. Я вам сейчас отвечу, что у меня с лицом. Что у меня такое. Туда-сюда. Сейчас я вам все отвечу. На все интересующие вас вопросы. Просто не хочется по сто раз отвечать на один и тот же вопрос. Это очень жутко неудобно. Пока что собираемся, мои хорошие. Собираемся, собираемся. Я вам сейчас все отвечу. Все отвечу, что с личиком, что не с личиком. Итак, ну, наверное, начнем. Первое, что у меня с лицом. Я была у косметолога. Мне сделали глубокую чистку лица. Мне вытащили все поры. Мне вытащили все поры. Угри. Вот, угри все вытащили мне. Но не все там еще осталось, потому что это невозможно дотерпеть. Я чистку всегда делаю в два этапа. Потому что я не могу полностью утерпевать чистку. Такую глубокую очень. Поэтому вот такая я сейчас красивая еду. А губы, губы сделала себе сегодня я губки. Вот я их уколола. Но это, на самом деле, отек. Он скоро спадет. Вот так вот примерно всегда выглядят свежие, свежие уколоты губежки. Вот. Захотелось мне немножко перемен. Поэтому я сегодня позволила себе быть немножечко другой. Внешне. Но внутренне я знаю все такая же. Ты думаешь, кому-то интересно, что у тебя с лицом? Слушай, мне задают вопросы, я на них отвечаю. Мне задали вопрос по поводу моего лица. Я на него ответила. Значит, интересно. У тебя какой-то есть другой вопрос? I believe everything will be. Ты делала ли губы? Да, мне делали губы. Девочка. Девочка моя. Ты придешь на проект? Вернешься на проект? Нет. Не вернусь. Привет, солнышко. Ты лучшая. Спасибо. Мне приятно. Привет. Привет. Ты хочешь вернуться на проект? Нет. Не хочу. Ты сейчас за рулем? Да. И смотришь на причину ухода с проекта. А, семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства и, ну как бы, то, что у меня просто появились такие условия, на которые, к сожалению, проект не пошел. Во-первых, я долго отсутствовала, начнем с этого, во-вторых, маленькая зарплата, а в-третьих, мне нужно было побольше выходных, потому что у меня мама одна, хотя бы по выходным уезжать к маме, ну вот как-то так, да. Ну и плюс я отношения там не устроила, смысл я там находиться, я как бы, если бы говорю честно, без придумываний, я очень хорошо отношусь к людям, с которыми я там работала, просто, ну немножко, может быть, либо я попутала, либо люди попутали, не знаю, ну в общем, я считаю то, что если это реалити, то ты должна быть реальным человеком. Я не люблю, когда мне говорят, там, в реалити, там, сделай это, сделай то, ну нет. Вообще, я не люблю, когда мне что-то указывают, терпеть не могу. Селена, разве ты из рулем? Да, из рулем, а правда, что там вся фикция? А, ребят, я вам скажу одно, что не поймешь, фикция там или нет, потому что, а вот, например, Коля с Катей фикцией, да, там, кто-то фикция, кто-то не фикция. Чтобы понять, фикция это или нет, это нужно смотреть, ребят, за периметром, как они будут выстраивать свои отношения. Потому что там, конечно же, удобно, там, конечно же, все условия для того, чтобы с друг с другом общаться, встречаться, там, не знаю, рожать детей и все. Вот. Но если у тебя в отношениях все хорошо, то ты, в принципе, твои отношения в основном-то неинтересны. Тебе говорят, где за периметр. Если у вас в отношениях, у вас есть отношения, но у вас есть там скандалы и ругань, конечно, вас задержат. Поэтому некоторые ребята, они специально создают всякие разные скандалы, интриги, чтобы как-то вместе существовать на этом проекте, получать денежки и кушать халявную колбасу. Так, ой, Селена, она не Милена. Так, по поводу тату сегодня сделаю пост. Денежки или только пока после проекта. Я вообще-то после проекта вышла с нулем, у меня не было, я вышла с проекта, у меня ноль в кармане было, потому что я отсутствовала целый месяц. Я забрала зарплату и целый месяц я занималась вопросами отца, пока он был жив, я занималась вопросами отца. Потом, к сожалению, он умер. Потом я занималась вопросами похорон, организации, туда-сюда, там маму туда-сюда возила. Блин, какая крутая, шикарная, беру тебя пример, люблю тебя, спасибо, Юля. Ты как одна, у меня уже есть что? Понятно. Что-то такая прищавая, ну, вот, бывает. Бывают такие моменты, что Селена тоже бывает прищавой. Вот, как это. Привет, Байкало. Привет, Байкало. Губы, все потом расскажу, ребята, через 4 дня, как спадет отек, я вам скажу, что я делала чистка, делала губы. Пока что, пока что я смотрю на результат. Делала губки, делала губки по рекламе, вот, ну, то есть мне предложил косметолог, вот, я у нее сделала в первый раз. Как вообще все это затянет, не затянет, какая форма губы. Если все окей, я вам скажу мастера. Если нет, то нет. Я всегда вот так вот рекламу, у меня только так. Секунду. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я взорвем, взорвем. Привет, 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 привет. 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 Но пока что у меня нет такой возможности, к сожалению. Не располагаю я такими большими финансами, чтобы всем помочь, к сожалению. Тебе не идут такие селеногубы. А, ну, мне нравится. Так, вот, безжизненно на проекте. Если бы она, я бы, не содержала, ее бы давно выгнали. Не знаю. Ну, Голд, я, на самом деле, сама лично общалась с Настей Голд. Она еще какая-то жизненная, я хочу сказать. Она не то, чтобы... Ребятки, не то, чтобы она не жизненная, не то, чтобы она какая-то безжизненная. Просто она старается быть правильной и все во всем. Ребятки, что со мной случилось, что с лицом, что с губами я уже ответила. Так, самый красивый город на земле. Я сейчас потом выставлю пост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вышли на контакт. Она мне, в принципе, изначально очень нравилась, как человек очень интересный, я считаю. Есть хобби. Да, есть хобби. Коллекционировать деньги, зарабатывать деньги. Это мое хобби. Волосы когда наращивать будешь? Савкина, Алёна, видишь, как у неё дела? С Алёной давно не общалась, где-то месяц прошёл уже. Азиз, hello, my darling. Hello, my darling friend. Давно не общалась с ней, но я думаю, что с гором. Передай салам Адыге. Вообще-то давайте так, передай, пожалуйста, салам, а не передай салам. Я тебе, блядь, не знаешь, типа, эй, сейчас ты, блядь, у меня пойдёшь куда подальше. Передай салам. Передай, пожалуйста, научитесь разговаривать. Привет, привет, ты взорвём? Да, вообще секунду. Да, я взорвём. Как ты делаешь, мой ребенок? Я хорошо, я сейчас еду. Я пойду к моему другу. Она называется Ира. Ирина. Ирина. Она... Она... ТУС-ДОКТОР. Она... ЧТОР. Она делала мою ручку более широко, чем кажется. О, мой бог. Моя инглия иногда не многое не отличное, но я попробую научить это. О, мой бог. Так, ладно. Я понимаю. О, окей, бэйби. СЕЙФ. Аау. Так, что с лицом расскажу в сторис. Ты кто такая, что к тебе на вы? Я не говорю на вы. Я говорю просто скажи пожалуйста. Передай пожалуйста. Передай пожалуйста. Я же не говорю там тебе эй, слышь там, туда-сюда. Я говорю пожалуйста всегда. Неужели пожалуйста слово нельзя сказать? Это же так, просто мне кажется вежливость какая-то. Передай привет. Туда-сюда. Что это за бред? Давайте научимся нормально общаться. Я же не говорю напишите мне там, туда-сюда. Я говорю напишите мне пожалуйста. Кис, ты чего там? Викусик, привет моя хорошая Копли. Ой, Копли пришла Викусик. Где? Я сейчас еду по делам Кире. Мне нужно забрать зарядку, потом по делам поехать дальше. Есть человек, которому доверяешь. Аааа, да, есть. Но не скажу кто он. Так, привет из Абхазии. Привет. Так, вселенка. Привет. Привет. Тик-ток. Что там? Тик-ток. Чоузен. Привет. 5-2. Куда едем? Мы едем сейчас за зарядкой к подружке. Ну просто мне из машины удобно вести эфиры как-то вот так вот. Мне скучно просто ехать за рулем. Я люблю с кем-нибудь поболтать. А вообще я люблю с кем-нибудь кататься по своим делам, сажать с собой человека кататься. Главное, чтобы человек этот не заебывал. Потому что бывает так, что ты можешь побежать человека, а он там то туда, то сюда, то пятое, то десятое. И чтобы не вмешивался в мои дела. Просто. Я люблю с кем-то кататься с собой рядом, но чтобы этот человек при этом не вмешивался в мои дела. И не говорил, а я тоже хочу, а я то хочу. Просто я хочу, чтобы человек рядом сидел и как-то вот разговаривать с ним о чем-то. Приветик из Придмистрой. Привет. И снова здравствуйте. 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 Что с лицом, с глазами? Я уже сказала, я все выставлю в сториз. Я уже все ответила. Нужно было раньше заходить, ребята. Где я вас носила, непонятно. Я уже как полчаса веду эфир. Ваши варианты ответов. Мне вот интересно. Так, мадама, где тиктоки? Скоро будут тиктоки. Скоро, мои хорошие. Мне нужно, у меня сейчас посты. У меня сейчас 1 сентября нужно сделать. пост по самооценке. Мне нужно сделать пост по самооценке. Мне нужно сделать пост по, короче, мотивационный пост. Ребята, у меня столько контента, что я не успеваю вас всех радовать, честно. Давайте по очереди. И тиктоки, и туда, и сюда. У меня вот так просто куча-куча всего. И я просто... Мне скоро засор, наверное, произойдет. Просто не успевай все в мясорубку толкать. Месячные. О, отлично вообще. Так, какие еще варианты ответа, что... Какие еще варианты, комментарии, что у меня может быть с лицом? Просто мне вопросы задают. Я уже не знаю, как изощренно на них ответить. Двумесячные. Ответ неправильный. Я только пришла, как настроение, куда едешь. Вот.